В эфире «Сыскное дело» в студии Алина Чемерес. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о резонансных судебных делах, громких арестах, чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. Субтитры создавал DimaTorzok Он смотрит на меня и с таким каким-то ехидством, спокойственным, с какой-то удовлетворенностью улыбается, видя на то, что я лежу уже в луже крови, а он стоит и так с ухмылкой смотрит на это все. Я у меня еще промелькнул такая мысль, как не люди что ли, я не знаю. Как проникли в дом, как убивали жену и избивали его самого. Начальник отродненской полиции Дмитрий Вашуркин в зале суда рассказывает о событиях той роковой ночи. По его словам, в декабре прошлого года своих обидчиков он впервые встретил в магазине. Потом вместе с супругой отправился домой в село Смышляевка. Заметив незнакомцев, во дворе вышел спросить, кто такие. Говорит, драка завязалась практически сразу. Налетчики избивали и требовали отдать деньги и ценные вещи. Сегодня на скамье подсудимых четверо мужчин. Они под стражей. И девушка. Она под подпиской о невыезде. Лица я двух опознавал в процессе расследования уголовного дела. С тремя у меня были проведены очные ставки. Поэтому сомнений в том, что это именно те люди, никаких не возникает. Это было нападение именно ради наживы. Их сподвигло, по предварительным следствиям, как было установлено, сподвигло золотая цепочка, которую они увидели мне на шее. Основная цель была их вот эта цепочка. Виталий Яранкин, Андрей Пермяков, Даниил Елташев и Эрнст Яцуненко при любом удобном моменте стараются повернуться спиной к камерам. Двое прячут лица под медицинскими масками. Все мужчины ранее не судимы. У троих из них есть дети. По версии следствия, в ночь на 11 декабря налетчики на дом в Ашуркинах следили за своими жертвами. К месту трагедии предполагаемых преступников привез Пермяков. Он, согласно материалам дела, в нападении не участвовал. Далее трое мужчин избили Дмитрия и Екатерину, забрали деньги и ценные вещи и уехали. На квартиру к Чистяковой, которая помогала скрыть улики. Нападавшие на момент совершения нападения не знали о том, что потерпевший является сотрудником правоохранительных органов. Это они узнали в процессе того, когда собирали ценные вещи в доме и было найдено удостоверение сотрудника полиции. Согласно хронологии, именно после того, как было найдено удостоверение сотрудника полиции и были нанесены удары топором потерпевшему. От полученных травм Екатерина Вашуркина скончалась на месте. Начальник полиции от Радного в тяжелом состоянии попал в больницу. Сейчас Дмитрий чувствует себя лучше, уже вернулся на службу. На заседании суда и мама погибшей Екатерины. Инвалид второй группы потеряла единственную дочь. Вину полностью признала только Чистякова. Мужчина лишь частично согласна с обвинением. Я признаю в том, что я совершил разборное нападение в четвертой части. Но заранее я на это не шел. Что случилось, это я признаю. Но заранее я это не обманываю. Тем, кто ударил топором Вашуркина и его жену, следствие считает Виталия Яранкина. По мнению адвоката, убивать обоих супругов он не собирался. В преступный сговор не вступал. Защита намерена переквалифицировать статью. Покушение на убийство одному лица и убийство. Мы будем исключать разборное нападение, предварительное сговоры и убийство на двух и больных лиц. Так как умысла на убийство на двух и больных лиц у Яранкина не было. И умысла на разборное нападение также не было. То есть он убил? Ну, в этой части он признает вину, конечно. Для убийц жены Дмитрий Вашуркин намерен требовать самого сурового наказания. Обвиняемым в нападении на семью Вашуркиных может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Также мать Екатерина попросила взыскать с Яранкина, который предположительно и нанес смертельный удар ее дочери, 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд приобщил ходатайство к делу. В Самарском областном суде вынесли приговор по другому резонансному делу. Сели все. Члены банды черных риэлторов получили наказание от 3 до 18 лет лишения свободы. Шестерых человек признали виновными в мошенничестве, а троих из них еще и в убийстве жительницы Самары Татьяны Кладчиковой. По версии следствия, женщина получила в наследство квартиру и частный дом. При этом у нее уже была квартира на проспекте Кирова. В то время Кладчикова познакомилась с риэлтором Цаплиной, которая втерлась в доверие и через некоторое время похитила паспорт женщины. Согласно материалам дела, чтобы продать квартиру без ведома Кладчиковой, в документ вклеили фото другого человека. Когда настоящая владелица недвижимости заподозрила неладное, Цаплина решила убить ее, чтобы скрыть преступление. Наняла исполнителей. Жертву вывезли в поле в Красноармейский район. Несколько раз выстрелили в голову, затем пытались душить, после чего полуживую бросили. У них была возможность положить ее в машину, довезти до больницы. Ну и вполне можно было человека спасти. Но об этом как раз свидетельствует умысел именно на убийство, что они это не сделали, поскольку они изначально этого не собирались делать. После того, как в полицию обратился сын погибшей, следователи задержали наемников, а потом вышли на всю преступную банду. Теперь черные риэлторы будут отбывать наказание в колониях общего и строгого режимов. Жизнь ничему не учит. Освободился из колонии и принялся за старое. Жители Самары подозревают в разбое. Сообщения о нападениях в подъездах и безлюдных местах от жителей стали поступать в полицию с начала июня. По словам потерпевших, мужчина угрожал им ножом, похищал ценные вещи. Полицейские определили, во всех случаях мог действовать один и тот же человек. Найти злоумышленника помогли записи с камер видеонаблюдения. На одной из них оперативники заметили подозрительного молодого человека, который пришел в торговую точку, чтобы продать гаджеты. Вскоре его задержали. Предполагаемым грабителем оказался 24-летний безработный житель Красноярского района. Как выяснилось, он месяц назад освободился из колонии, где отбывал срок за разбойное нападение. По версии полицейских, молодой человек может быть причастным и к другим преступлениям. В настоящее время подозреваемый задержан. Решением Советского районного суда избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время доказано его причастным к совершению девяти преступлений. Полицейские указывают приметы подозреваемого. Рост примерно 180 сантиметров, среднее телосложение, смуглый цвет кожи, волосы темные. Всех, кто пострадал от рук предполагаемого грабителя, просит обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам, указанным на экране. Двоих подозреваемых в убийстве бизнесмена Вадима Винокурова отпустили под подписку о невыезде. Меру пресечения избрал Самарский районный суд. Изначально все трое фигурантов были под стражей, но улик для ареста двоих из них оказалось недостаточно. Предполагаемых преступников задержали в четверг, спустя три года. Трагедия случилась в 2014-м. Тело бизнесмена с многочисленными пулевыми ранениями нашли в мае на собственном катере на реке Татьянка. По версии следствия, налетчики ночью на гидроцикле подъехали к причалу яхт-клуба и расстреляли Винокурова из автомата Калашникова. На теле бизнесмена было обнаружено свыше 20 огнестрельных ранений. В ту руковую ночь на катере, кроме Винокурова, был механик. Он не пострадал. В убийстве предпринимателя подозревают троих мужчин. Сергея Псарева, Александра Попова и Дениса Ковегина. Последний уже был судим за тяжкое преступление. При обыске по месту жительства подозреваемых нашли пистолет Макарова и гранату, которые направили на экспертизу. Мужчины давать показания отказываются. Говорят, к преступлению не причастны. Несмотря на то, что преступление не было раскрыто изначально по горячим следам, масштабная противно-рискотная работа по нему продолжалась. Удалось установить лиц, причастных к совершению преступления. В ходе предварительного расследования следствию предстоит выяснить мотивы и цели совершенного преступления, а также роль и степень участия каждого из задержанных лиц. Следствие не исключает. Подозреваемые могут быть причастными и к другим преступлениям, совершенным в регионе. С помощью дрели, ноутбука и грубой силы пытался вскрыть банкомат. Жителя Самары обвиняют в покушении на кражу. На записи с камер наблюдения видно, как неизвестный, зайдя в зал с банкоматами, взялся за инструменты в надежде добраться до заветных денег. Сначала злоумышленник терпеливо сверлит, чтобы через отверстие подключить к устройству ноутбук и взломать систему. Потом, отчаявшись, пытается голыми руками вырвать панель. Судя по видео, старания не увенчались успехом. И вот горе-грабитель изо всех сил бьет по экрану банкомата. Налетчика задержали сотрудники частного охранного предприятия совместно с полицейскими. При личном досмотре и обыске по месту жительства изъяли компьютер, с помощью которого злоумышленник собирался вскрывать банкоматы. Свою вину мужчина признал. Как выяснилось, это его не первая попытка похитить деньги. Задержанным оказался ранее несудимый, нигде не работающий, 24-летний житель города Самары. В ходе проведения оперативных мероприятий было установлено, что он причастен также к покушению на совершение кражи, произошедшей и 12 января 2017 года. В настоящее время, по данному факту, возбуждено уголовное дело. Подозреваемому предъявлено обвинение. Природные аномалии на прошлой неделе погода преподнесла немало сюрпризов. Ливень с градом и шквальным ветром прошел по всему региону. Природное явление наблюдали и в Самаре. Особенно сильной стихией разбушевалась в Тольятти. В автозаводском районе прошел ураган. По словам очевидцев, от упавших с деревьев веток пострадали пенсионерка и ребенок. Свидетели произошедшего выложили в сеть запись, на которой видно, как сильным порывом ветра срывают крышу с офисного здания. Падает она на парковку для автомобилей. Также пользователи интернета выкладывали в сеть снимки градоразмером с ягоду. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok